Шаповалова Ольга Георгиевна. Сколько вам лет и когда вы выезжали из Мариуполя? 66 лет, 25-го. Вортом вы ехали из Мариуполя, из Мангуша уже. Можете рассказать о том, как вообще производились обстрелы в вашем городе? То есть, где стояли точки, куда стреляли, по вашему предположению? Ну, точки стояли, на восточном, точки стояли между домами и во дворах школы. То есть, в принципе, стреляли и прикрывались мирными жителями? Да, прикрывались мирными жителями, потому что понятно было, что стрелять будут. Нет, это же очень далеко идет обстрел. Так что стреляют не по человеку, стреляют по тому месту, откуда что ведется огонь. Вот, ну, бозы драмтеатра, это вот квартал, где находится этот шахматный клуб, и остальные дома выходят на драмтеатр и помп. Ну, там, не знаю, сколько их там, 6 домов. Вот вокруг этого квартала ездил танк и просто производил выстрел беспорядочный, можно сказать, потому что там никуда выстрелить нельзя, ни в кого. Только лишь церковь напротив, по проспекту Мира, по Артему. То есть, фактически стрельба у вас по живым домам? По живым домам, да, просто по живым домам, никуда. Вот поэтому еще и сидели, послушали, ну, куда можно стрелять, ну, понятно, когда это... Или у нас, допустим, здесь восточный микрорайон. На нашими домами километры полей, ради бога, вставьте танки, вставьте, что хотите, обстреливайте. Это как бы война, все это понимают, это война, в которой люди стреляют, они для этого как бы есть на белом свете. Ну, вот обстреливайте, зачем становиться в частном секторе? А на территориях школ, больниц? Да, на территориях 69-й, 68-й, 5-й школы стояли танки. Это то, что мы как бы видели, я лично видела своими глазами, поэтому не могу вам как бы что-то... Это то, что я видела, не быть голосовной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!